Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко и наш канал Семейный Хендмейд. Сегодня я покажу вам, как сделать очень красивые новогодние украшения из бобин от скотча. Процесс их изготовления так захватывает, что сложно остановиться. Но подвески в зависимости от материалов декора получаются очень разнообразные, так что смело творите столько, сколько захотите. В первую очередь нам понадобится основа для подвески, то есть бобина от скотча. Узкие бобины можно декорировать сразу, а широкие лучше разрезать канцелярским ножом пополам. Новогодние украшения из неразрезанных широких бобин, на мой взгляд, слишком массивные и малопривлекательные. Маленькие бобины также можно превратить в самостоятельные украшения или использовать для декора больших бобин. Примеры я покажу в конце видео. Поклеиваем бобину по внешней стороне двусторонним скотчем. Также наклеиваем кусочек скотча на внутреннюю сторону. Берем ленту понравившегося цвета. Лучше использовать узкую, чтобы работа получилась максимально аккуратной. Подрезаем ровно край, оплавляем над огнем и приклеиваем кончик к внутренней стороне бобины перпендикулярно краю. Не торопясь, немного внахлёст и обязательно без складок и заломов обматываем бобину лентой. Субтитры создавал DimaTorzok Кончик ленты закрепляем термопистолетом. Подбираем декоративные ленты, тесьму или кружево для декора внешней и внутренней стороны. Для этой цели хорошо подходят различные ленточки от упаковок конфет, цветов, подарков и прочего. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, совсем не обязательно использовать ленту одного цвета. Можно сочетать разные оттенки и цвета. В качестве ключевого декора можно использовать различные небольшие статуэтки или игрушки. Главное, чтобы они помещались внутрь основы по высоте. Если фигурки очень объемные, например, как ангелочек и зайчик, то их лучше закреплять не ровно посередине, а немного выступающими вперед. Специально для мастер-класса в фикс-прайсе за 77 рублей я купила подарочное полотенце. И, как вы уже догадались, в качестве ключевого декора я буду использовать золотую елочку. Полотенце, кстати, оказалось тряпочкой из микрофибры для уборки дома, а вовсе не полотенцем. Мишку и надпись тоже можно использовать для декора. Но Мишка мне не подошел по цвету, а надпись я оставила, чтобы позже сделать по ней силиконовый молд. Даю ссылку на мое видео, если эта тема вам тоже интересна и актуальна. Итак, елочка у меня немного не помещалась в основу по высоте, поэтому я подрезала ее ножницами и только после этого приклеила термопистолетом. Для декора новогодних поделок хорошо подходит различный природный материал. Шишки, желуди, палочки, корица, анис и прочее. Что-то я собираю во время прогулок и поездок, что-то покупаю. А кое-что можно сделать самостоятельно. Например, заснеженные шишки, о которых я расскажу в следующем видео. Бусы для елки – отличный расходный материал, тем более, что они бывают разных цветов и форм. Дешевые разноцветные бусины можно использовать как самостоятельно, так и сделать из них засахаренные ягодки для декора. Бантики, ци, точки, полубусины, мелкие пришивные элементы – все это хорошо дополнит изделие ручной работы. Гели и контуры с блестками придадут сказочного блеска, а пенопластовые шарики припорошат изделие снежком. Елочки из фикс-прайса можно разобрать на составляющие для декора, небольшие новогодние украшения и игрушки, маленькие елочные шарики. Все это хранится у меня в отдельной коробке и ждет своего часа. Вернемся к нашей подвеске. Декорируем верх украшения еловыми ветками, придавая им нужную форму и изгиб. Не забываем приклеить петельку для подвешивания. Выбираем большие шишки и фиксируем термопистолет. Бусы для елки разделяем на отдельные бусины и украшаем ими еловую веточку. Также бусами можно украсить и торец подвески. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво в новогодних поделках смотрятся засахаренные ягодки. Как их сделать самостоятельно, я покажу в ближайшие дни. Елочку можно украсить бантиком и покрыть всю поделку блестками. Обязательно дождитесь полного высыхания геля, прежде чем продолжить работу. Разделяем зеленые бусы на отдельные шарики и украшаем ими нашу подвеску. Кстати, шарики можно обрабатывать над огнем, убирать торчащие ниточки, но я обычно этого не делаю. В фикс-прайсе продается разноцветная новогодняя мишура, она же синельная проволока, из которой можно с помощью круглогубцев накрутить всевозможных завитушек для декора и украсить ими нашу новогоднюю поделку. По желанию добавляем блесток и наша подвеска готова. На мой взгляд, она получилась очень праздничной, яркой и оригинальной. Честно говоря, очень сложно узнать в ней никому не нужную бобину от скотча. Как я и говорила, в зависимости от декора получаются очень разнообразные украшения. Маленькие бобины от скотча можно использовать как подставки для новогодних шаров. В качестве ключевого декора могут быть и самодельные предметы. Например, желтый колокольчик – это горлышко от емкости из-под лимонного сока Сицилия, расписанное акриловыми контурами. А вот и пример небольшой новогодней подвески из маленькой бобины от скотча. Ну а если поэкспериментировать, то можно придумать, как сделать елочные игрушки из чего угодно. Даже из крышки от банки кофе. Обратите внимание, какие красивые сосульки получаются с помощью обычного термопистолета и блесток. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Праздничного вам всем настроения и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok